инвестиции главный движитель мировой экономики изначально люди у которых в руках был капитал сами решали на что деньги потратить стоит ли вложить их в строительство мельницы увеличить производство хлеба или усилить защиту дорог по которым хлеб транспортируется на все денег не хватает никогда поэтому удача инвесторов всегда зависела от того способен ли он сделать правильный выбор уже тогда феодалы и короли обращались к услугам советников по финансам чтобы увеличить свои шансы на успех принцип инвестирования с древних времен не изменился единственная разница в том что сейчас на рынке действуют фонды и компании которые решают во что стоит вкладывать деньги на первый взгляд разница между ними не очевидно но различия все же есть и они существенные инвестиционный фонд он занимается коллективными инвестициями аккумулирует средства юридических и физических лиц и затем вкладывает их в ценные бумаги каждый фонд имеет свою инвестиционную декларацию в которой прописаны основные правила и направление вложения денежных средств например фонд может инвестировать только в долговые инструменты или наоборот только в акции также прописываются другие детали как например инвестиции только в активы с определенным кредитным рейтингом цель у фонда разумеется всего одна увеличить капитал инвесторов за что фонд получит свой процент от прибыли есть несколько основных видов фондов поевой инвестиционный фонд хедж фонд и торгуемые на бирже фонд или и тф паевые инвестиционные фонды это наиболее распространенный вид коллективных инвестиций средства вкладчиков собираются в один пул а уже затем прибыли или убытки распределяются пропорционально вложением каждого инвестора паевые инвестиционные фонды принято называть пифами а предлагает такие фонды практически любая компания по управлению активами в россии наиболее известные втб управление активами альфа капитал и открытие основная задача управляющего паевым инвестиционным фондом заключается в том чтобы вогнать рынок то есть вкладывать денежные средства компании в те инструменты доходность по которым окажется выше доходности основных фондовых индексов очевидно что в периоды кризиса продемонстрировать положительные результаты работы с паевыми инвестиционными фондами достаточно сложно поэтому финансовые консультанты чтобы минимизировать риски советуют своим клиентам осуществлять выкуп паев инвестиционных фондов на регулярной основе например ежеквартально хедж-фонд самая интересная разновидность фонда поскольку не ограничена нормативным регулированием может не иметь определенной стратегии и самое главное у хедж-фондов нет ограничений на использование кредитного ключа правда клиентам хедж-фонда может стать далеко не каждый подавляющее большинство из них работает в офшорных юрисдикциях где минимальным порогом инвестиций является сумма в 100 тысяч долларов но в сравнении с американскими хедж-фондами эта сумма может показаться просто смешной потому как в сша правила жесткие 5 миллионов долларов для частного лица и 25 миллионов долларов для институционального инвестора наиболее яркий пример деятельности хедж-фонда в истории long term capital management в нем были собраны лучшие трейдеры с уолл-стрит а консультантами выступали нобелевские лауреаты все операции производились на основе мощных математических расчетов и в течение нескольких лет фонд показывал феноменальную доходность однако даже звезды иногда гаснут и в конце концов лтс обанкротился проделав финансовой системе дыру размером в триллион долларов но эту историю вспоминают до сих пор и тиф или торгуемые на бирже фонд это относительно новый вид фонда в россии он почти не представлен однако пользуется популярностью за рубежом фонд привязан к какому-то базовому активу и паи фонда торгуется на бирже таким образом в отличие от пифа инвестор может даже в течение одного дня купить и продать паи фонда практически как акции это крайне удобно если инвестор к примеру ожидает роста индекса dow jones а использование фьючерсов выглядит для него рискованным он может просто купить и тф а затем в любое время продать наибольшую известность имеет и тф на индекс широкого рынка s&p 500 он называется spdr s&p 500 а также фонд вкладывающий в физическое золото spdr gold trust на западе фонды и тефть получили достаточно широкое распространение сожалению в россии мы не видим данной картины поскольку все-таки законодательная база пока еще и находится на должном уровне развития фонды и тефть обладают массой преимуществ перед иными видами фондов это низкие издержки связаны с управлением позициями достаточно низкий минимальный размер вложений и кроме того просто удобство использования и тефть во первых инструмент данный инструмент обладает внутридневной ликвидностью при работе с ним можно осуществлять стоп заявки а кроме того открывать короткие позиции инвестиционная компания в отличие от фонда не имеет права брать в управление средства частных инвесторов она привлекает капитал путем эмиссии собственных акций иными словами компания продают свою долю а инвестор в свою очередь получает право на дивиденды дальнейшем инвест компания занимается поиском перспективных предприятий или вкладывает деньги в акции и облигации обычно из средств инвесторов формируется диверсифицированный портфель ценных бумаг то есть акции или облигации компании различных секторов экономики это позволяет снизить риски поскольку при падении стоимости одних ценных бумаг доходность портфеля поддерживается за счет роста стоимости других в чистом виде инвестиционные компании практически не существуют относятся какой-нибудь крупной финансовой структуре финансовые гиганты стараются максимально расширить предоставляемые своим клиентам услуги поэтому в их состав входят всевозможные структуры инвестиционные компании банки хедж-фонды и управляющие компании один из лидеров мирового рынка black rock имеет фонды работающие по различным направлениям развивающиеся рынки развитые рынки рынке облигации и так далее также было крок запустил несколько и теф и отдельно управляет средствами состоятельных клиентов то же самое можно сказать опимка в состав которой входит и крупнейший в мире фонд облигаций но есть и масса других фондов которые занимаются инвестициями в том числе и в россию так всемирно известная франклин темплтон инвестментс имеет своем составе более 100 различных фондов